Здарова, бродяги! На связи Корбан. Меня уже несколько раз спрашивали о том, с чем же я бегаю, что мне нравится, какая у меня сборка и как я всё это сделал за свой крайне маленький срок в зоне. Я никогда не скрывал, что я доначу в игру и достаточно много. Эй, Корбан, дружище, а как же еженедельный розыгрыш с кучей халявы? Мы с парнями ждём следующий. Точняк, зрителей стоит сразу ввести в курс дела, ведь в этот раз я сильно повысил призовую сумму. Присаживайтесь, сейчас я всё расскажу. В этом видео я объявляю второй розыгрыш на моём канале. На этот раз победитель получит целых 3 миллиона игровой валюты вместо одного. Однако и условия теперь значительно интереснее. В рандомном моменте этого видео я произнесу кодовое слово, которое нужно будет отправить мне по внутриигровой почте. Победителя выберет рандомайзер среди всех, кто прислал мне кодовое слово до конца месяца. Также приз не будет выдан человеку, который не подписан на канал и не оставил лайк и комментарий под этим видео. Я всем желаю удачи, ну а мы, пожалуй, перейдём к нашему обзору. Так вот, опуская начальные подробности и единичные случаи изнасилования в баре, перейдём к тому, что моё внимание сфокусировалось на группировке наёмники. Признаться честно, причины такого выбора достаточно лаконичны. Мне близка их идеология и симпатичен визуал. Для того, чтобы эти бравые ребята меня приняли к себе, я пришёл разговаривать с самым крутым бигбоссом этой фракции, в надежде, что уже завтра пойду на север в составе группы из четырёх штурмовиков. Здравствуй, дорогой. Присаживайся. Здравствуйте. Я бы хотел вступить в вашу группировку. И ещё успеешь. Но для начала я задам тебе несколько вопросов. Конечно, я слушаю. Два плюс два. Ну, четыре. Твой любимый цвет. Ну, голубой так-то. Стоп, что? Я пришёл вступать в военизированную группировку. Какого сена я заполняю анкету Машки из параллельного? Ой. Ладно. Принят, короче. Вот так и прошло самое сложное собеседование в моей жизни. А в кадре у нас Ромео. Он выступил в роли моего наставника. Пожалуй, присяду рядом со своим корешем. Ромео, о, Ромео. Мало таких, как мы, в зоне осталось. Вокруг сплошной шкурный интерес. Все продаются и все покупаются. Стоит одной фракции потерять базу, и вот уже огромная толпа топчется на пороге другой, с извинениями и лозунгами принять под своё начало. Но мы же не такие, брат, верно? Разве можно стрелять в товарищей, которые ещё вчера прикрывали тебе спину на выносе? Вот и я так думаю. И поэтому мы с Ромео выражаем респект всем, кто топит за свою фракцию и группировку до конца. Тем временем на базе наёмников я обустроил себе комнату, но в неё постоянно заходят какие-то люди. Убедительная просьба. Перестаньте садиться ко мне на кровать. Перейдём к, пожалуй, самой интересной части нашего видео, а именно узнаем, чего же мне удалось добиться за 700 часов игры при условии, что около 200 я просто был АФК. Всё остальное время я максимально продуктивно формил и играл в сессионные бои, когда было настроение. Мой профиль выглядит примерно вот так. С учётом половины проведённых боёв в фиолетовом снаряжении, я доволен полученной статистикой. В открытом мире я крайне редко выхожу целенаправленно ПКшить и обижать других игроков. В основном я фармлю ресурсы и бегаю по квестам. К слову о донате. Я преобразовывал из запасок и тратил ровно столько денег, сколько мне было нужно, и никогда не преследовал цели получить большую цифру в статистике. Сессионные бои я начал посещать, когда узнал, что с боевых наборов иногда выпадает аномальная сыворотка и постоянно падают обменные монеты, которые я с большим удовольствием тратил на квантовые батареи для бартера. Занимать топовые места получалось безо всяких проблем. Около 70 сыгранных боёв я висел с топ-1 до топ-3 своей команды. Режим «Мёртвое время» показался мне крайне скучным. К решению его забросить я пришел после осознания, что каждую вторую игру в голосовом чате моей команды кричат какие-то дети. Ну а теперь к шмоткам. Центурион плюс 15 в облике ледокол. Считаю эту броню своей основной и крайне актуальной. Несмотря на то, что этот четырёхглазый засранец при своей заточке содрал с меня денег больше, чем бывшая при разводе. Я не шучу. Только с 14 до 15 точки он сожрал более 200 запасок и обошелся мне по итогу в 100 миллионов. Свою актуальную сборку я привык таскать в контейнере улей. Считаю его лучшим контейнером в игре для боевой брони. Впрочем, это скорее факт, чем моё мнение. Это дефолтная сборка на жир в фиолетовом цвете 15 заточки. Отмечу, что все мои арты хайтира, а именно от 127 до 130% эффективности. Вторичку по большому счёту я не ношу, но если всё-таки одеваю, то чаще всего этот глок. Да, за 700 часов я так и не понял в целом актуальность слота под вторичку и почти не использую. О пистолете же скажу, что он неплох, в определённых ситуациях оказывается полезен. В качестве холодного оружия я использую ивентовую катану. Во-первых, потому что на тот момент она давала максимальный прирост скорости, а именно 6,5%. Во-вторых, я латентный самурай и очень ценю её за эстетичность. Сама моделька, анимация, звук, прекрасно всё. До сих пор менять её на что-то лучшее у меня не возникало желания. Ну и пожалуй моё самое любимое оружие в игре, в ССМ, а точнее винтовка снайперская специальная модернизированная. Оружие также имеет 15-ю заточку и порой я сомневаюсь, альбатрос штурмовик у меня в прицеле или кусок масла. Визуально и тактильно одно из самых приятных оружий в игре. Кстати, на эту винтовку есть отдельный обзор на моём канале. Так, где он у нас? А, вот. Также моим основным оружием на ближней дистанции сейчас является новогодний ФАМОС. Тактильно оружие не менее приятное, но визуально... Какой же это ублюдок! Его показатели и эффективность на 15-м уровне заточки меня устраивают полностью, но я всё равно поменяю его на А545 при первой же возможности. Не могу смириться с тем, как выглядит это оружие. А вот и Рейтар. Боевая броня, которую я скрафтил при помощи новогоднего купона. И в тот же день заточил его на плюс 15. На этого боевого хомяка я возлагал огромные надежды. Думал, что сейчас я зайду на КВ и как начну нагибать. Но нет. На деле же 70% времени КВ я шёл от базы или палатки до точки. Туда и обратно. В общем, отлично подойдёт для пассивных дедов, которые привыкли играя в танки, 10 минут ехать и 2 минуты воевать. Сейчас же я использую его исключительно на сессионках. И то далеко не всегда. К слову, я совсем забыл о привидёнке. Без бафов показатели у вас на экране. В Центурионе выходит 545, в Рейтаре 595. На деле же под бафами Центурион выходит в 560 привидёнки при 110% скорости. Рейтар доходит до 620 привидёнки при 100% скорости. Это уже не актуальное оружие. Одно из первых купленных для игры на полумостах. Достаточно приятный ствол, но к сожалению, сейчас на ближней дистанции его переиграет даже фиолетовый глок. А на дальней дистанции он не выдержит конкуренцию с СТС или ВССМ. В общем, убрал его в долгий ящик. Ну а это оружие актуальное. Используется исключительно для фарма ресурсов и ивентов. Барабан? Ну просто вещь. Ни разу не пожалел, что потратил на него бюджет маленькой африканской страны. Ну а это мой комшляф иных велихт. Именно это приходит в голову, когда встречаешь противника в этом костюме. Сбартерил, чтобы лутать артефакты в комбе с Эльбрусом. Держит четвёртое заражение и ладно. На деле же я одевал его раза 3 к брату на свадьбу. А Эльбрус за 700 часов заряжался раз 5. Протекту я использовал до того, как меня посетила мысль приобрести себе АА-12. Заточена на плюс 10. И даже при этой заточке псевдогиганту в Лиманске прилетает оперкот Валуева. Тактильно менее приятный дробовик. Но чёрт возьми, он очень эффективен. Переходить с него на ту же ААшку не стоит, если у вас нет для неё барабана. Я думал, что в этом костюме мимо меня не сможет пройти ни одна плоть. На деле же он отлично подходит только для того, чтобы снимать ролики на ютуб, или заниматься фармом пиздюлей на любых локациях. Разведку я приобрёл с целью таскать клановые паки и паки на редкие ресурсы. Судя по тому, что за 700 часов у меня в профиле 16 доставленных посылок, я наебал себя сам. Однако, она иногда нужна мне, чтобы закрывать квесты. Ну или валяться шотнутым под РЛС. Раз на раз не приходится. Ну и конечно же, как у всех донатеров, у меня есть крайне нужные мне контейнеры, которые я никогда не использовал и вряд ли начну. Берлога 6У и КСМ. По поводу баланса на самом деле нечего и говорить. Из того, что вы видите, добрая половина суммы это клановая казна, недоступная мне для личных трат. Вряд ли мои люди одобрят шаловливые ручки в клановом ящике. С другой стороны, это самый простой способ протестировать сборку на 170 скорости. Вот тут есть всякие брелочки, красочки. Я пролистаю, а вы сможете понаблюдать. С учётом моих пары месяцев в игре, что-то действительно интересное тут вряд ли найдётся. Дальше идут различные расходники для ПВП. В том числе, тонны разных СБП патронов и алкоголя. Да, эта игра почему-то усердно настаивает, чтобы на перестрелку вы приходили пьяным. Наверное, трезвым играть в это просто невозможно. Вот, собственно, и склад всякой ерунды. Криомансер на самом деле достаточно актуальный слот холодного оружия. Выглядит очень интересно и имеет достойные статы с уникальными характеристиками. Но не стоит забывать, что я всё же латентный самурай. Далее у нас идёт ручная петарда, выдаваемая за призовые места на новогоднем ивенте. Когда я только её увидел, подумал, что мою катану всё же придётся заменить. Делать бум-бум по шапко-дубиной казалось непривлекательным. Я уже даже представлял, как размашисто бью разведку на Янове, а долетает она аж до бара. Однако баф к скорости лишь 4% заставил меня передумать. А это у нас шайтан-машинка под названием ПП Орех. Аббревиатура ПП означает «Пистолет Петушары», потому что никак иначе я не могу объяснить то, что происходило на сессионках с аборигенами, которые неожиданно в себя поверили. Прижигатель по сути аналог Криомансера, только как по мне с ещё более интересным визуалом. Достойные стандартные и уникальные статы делают его также актуальной холодкой. Наличие этого облика у меня на складе – чистейшая случайность, особенно при учёте того, что FN и тем более FN Tactical у меня никогда не было. Однако то, как это выглядит, мне очень нравится, достаточно футуристично. Особенно хочу отметить квестовый костюм, совсем не тот, который я хотел. А дело всё в том, что не нужно ковырять носу и скипать диалоги во время прохождения сюжетной линии. То, как я доволен костюмом, отображается у меня на лице. Ну а на этом, в общем-то, всё. Не забывайте о розыгрыше. Они на канале регулярные. И к нам на КВ, если есть желание, можете залетать. Требования не слишком высокие. Я также призываю наёмников не раскисать и отстаивать свои позиции. Наше дело правое. Спасибо за просмотр, дружище. Поставь лайк, если видео тебе понравилось. Уверен, с тобой мы ещё не раз увидимся на просторах зоны.